Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. У нас сегодня воскресный поход на блошиный рынок. Посмотрим, что продают, сколько стоит, ну и, может, что-нибудь интересного купим. Погнали! Рынок с каждым годом становится все больше и больше. Потихоньку захватывает город, мне кажется. О, прям туда далеко-далеко уходит. В основном, конечно, тряпки. В основном тряпки, но... Среди этого добра можно, наверное, найти что-то интересное. Вот, например, чьи-то волосы. Книжки, тряпки... Так, давай какой-нибудь алгоритм мы придумаем, куда мы пойдем вообще. Что мы будем делать? Это же самое прикольное. О, что это такое? О, это прям ностальгическая вещь у меня, у учителя русского языка была такая. А это, кстати, веретёна. Да, да, это веретёна. Я думал, подстаканники, а нет, это что-то другое. Так, что здесь у нас интересного? О, можно вот купить свидетельство о 8-летнем образовании. Даже в школу не ходить, да, Валер? Да. Очень удобно. Вот, по-русскому трояк. Ну, так себе человек учился. Смотрите, какая интересная фляга, да, она импортная. Стоит 100 рублей. Что там написано? Кто знает, откуда? For Water Only. Don't, Apple. Чё вообще? Я этот. Не силён в английском языке. Здесь курсантские, сержантские погоны. Такие вот штуки интересные. Вот Калашникова прикольные. Вот Калашникова за 100 рублей можно было бы и взять. Вот тут денежки интересные. Олимпийские рубли. Украинские гривны. Запонки что ли? Да, здесь запонки советские. Тоже, кстати, всё дёшево. По 200 рублей. Нормально. А сколько фотоаппарат стоит? Мужики, короче, видите, какая ситуация здесь. Здесь нужен человек заинтересован. Ааа. Я его оценил вот 800 рублей. 800. Это же техника всё-таки. Да, техника дорогая. А это вот тоже вот это от него? Это кому идёт струбцина специальная для съёмки самого себя, ну, в лесу где-то. Закрепить его можно. И в любом случае, помнишь раньше, как сам... Это, ну, типа, как селфи-палка, да, вот, советская? Тех времён ещё, да. Ничего себе. Аппарат абсолютно рабочий ещё. Вот даже у него специальная инструкция сохранилась с тех времён. Круто. Вот так круто. Монетки. О, класс. А сколько рубль советский стоит? Это 50. 50 рублей? Да, да. То есть недорогие они. А вот всякие вот. А остальные, то есть, ну, грубо говоря, все советские деньги в пределах 100 рублей, наверное, да? Стоит плюс-минус. Ничего там. А, это тип юбилейный. Смотрите, какой интересный прибор. Украинский. Днипро. Днипро. Да ради его, наверное, нет. Весит, как чугунный мост. Ну, что, да, ну, это какой-то этот. 220 вольт. Подожди, ну, тут просто розетка. Переверни его в другой стороне. Не знаю, может, это сварочный аппарат? Или стабилизатор какой-нибудь, не знаю. Ну, прям, очень тяжёлый. Скорее всего, какой-нибудь стабилизатор напряжений. Папирус кожи. Так, тут вот модный стенд. Такой, со столами даже. Здесь всё прям симпатично выглядит. Такой, я думаю, что у всех вообще такой был. В обязательном порядке. Это, мне кажется, входило в комплектацию хрущёвки. Ты покупал квартиру, у тебя сразу... Ну, как покупал, тебе давали? Ну, тебе давали квартиру, да, у тебя сразу была вот эта штука. Вот интересная вещица. Пепельница? А, чернильница. Вот, а может, пепельница всё-таки? Нет, это чернильница. Да? Да, ранние советы, 20-е. 20-е? А сколько такая стоит? 800 рублей. 800. Ох, друзья, вот это радость. Миклуха Макфлай. Макфлай. Давненько нет. Смотрите, сколько разных интересных. Макфлай, С3. Это всё, это прототипы, да? Их же не существовало. А это москвич С1. А по чём моделька? Вот 400, это на 700. Такой стоит у нас в музее в Липецке. У Сашки? Угу. Которые сейчас... В Ривьере, да, сейчас такие стоят. Вот прям точно так. А, не, это же БМВ, господи. Какой БМВ? Это ГАЗ? Да не этот БМВ. Там... Это ГАЗ М415. Ага. Ну вот мы вынесли. Ну вообще, да, скорее всего рисовали с БМВ, наверное. Ну судя по решётке. Нет. Мне кажется, у него вот то, что... Газик такой и был. Он был... Мне кажется, что в музее стоит, у него какой-то совсем другая вот эта решётка. Хотя, хрен его знает. Какой он. Да. Класс. Я куда-то делал все свои значки. Четыре тысячи значков где-то валяются. Так обидно. Да там, блин, несколько банок. Куда-то задевался. А эта, романтика, сколько стоит? Тысяча семьсот. Тысяча семьсот. Ну недорого. Бобин. Бобин. Семьсот седьмой год, четыреста семьдесят восемь рублей цена. Четыреста рублей она стоила? Четыреста семьдесят восемь. Пятьсот, то есть? А что меньше? Чем-то семьдесят восемь. У меня очень много такой. Вот, Майкл Джексон. Я такую, друзья, купил новую за три восемьсот в магазине в Москве. Тут пятьдесят рублей. Забирай. Не, вот всякий Битлз, Майкл Джексон, вот это на самом деле ценится всегда. Джордж Майкл не факт. Джордж Майкл, слушай, прикольно. Ну, не факт, что он ценный, но вот тот Кутунь прикольный. Не, вообще, кстати, вся эта зарубежная... Вся иностранщина ценится, да, на самом деле. Ну, Майкл Джексон биться. Вот, Пол Маккартни. Вот только что ты его пролистнул. За пятьдесят рублей Пола Маккартни. Таких у меня, кстати, есть в идеальном состоянии. Тоже брал Туту, две, два альбома Зодиака, прям новенькие абсолютно. Короче, прикольно. В идеальном они и стоят. Пятьдесят рублей. Ну, я купил за где-то четыреста, по-моему. Копиньвер это тоже что-то иностранное либо было, да? Копиньвер, скорее всего... Тогда всякие Абабонем, нет? Нет, советский сборник, тут видишь. А, все, я понял. Таких у него ватса было много, вот. Песня на стихи Андрея Вознесенского. Нет, пойдем дальше. Так, тут еще один стенд и снова Майкл Джексон. А вот это, Блэк Тайгер, это что такое? Это я не знаю, что это такое. Майкл Джексон чуть более новое. Это Майкл Джексон. А он сколько стоит? Три. Три? А, это нет, это стоит семьсот рублей. Семьсот, а это что такое? Это фирменный, Венди. Это немецкий, как-то. Ага. Это Ван Халлен. Это где Сатрияни брал первый альбом. Вот тот, да. Нет, это Ван Халлен. Второй Ван Халлен. Там рок русский, да. Русский рок. Ничего себе. А сколько стоит здесь? Кто? Вот эти сколько стоит? Ван Халлен. Угу. Двес полтинный. Вот этот и вот этот. Подвес полтинный. Ага. Пять тысяч, две пластинки. Ну, по 50-х долларов, 56 долларов они там в интернете осмотрел. Ага. Но американцы, это немецкие, они немного подешевле там, естественно. Это, смотрите. Можно добавить, короче, две тысячи, вон новый Ван Халлен. Бон Джови. За сколько Бон Джови отдаешь? Бон Джови. Хороший альбом это будет, да. Это какой-нибудь третий по счету. Можно посмотреть. Они у нас в состоянии хорошее. Я их порублю. По тысяч. Это наши, да. Ну, а так, это не все. К сожалению. Но главное, чистые они у меня. Вот чем дело. Непоезженные. И конверты, и все дела. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.